Здравствуй, моя любимая Любочка! Поздравляю тебя с дочкой! Это строки из письма за 1 августа 1944-го. Узник фашизма Андрей Бойченко писал возлюбленной. За несколько дней до этого у них родилась дочь. В свой 80-й день рождения Людмила Андреевна перебирает семейные архивы и фотографии. Папа, у него, значит, был выпускной вечер. И они пошли все вместе, ну, кто захотел, с ребятами, пошли на Днепр. Там река Днепр-Запорожье. Встретить рассвет. И, ну, надеялись, конечно, были все радостные такие все. А в это время, оказалось, на правой стороне Днепра уже немцы были. И они вышли из этих, со школы вышли уже и пошли погулять по Днепру. Ну, получилось так, что в этот момент уже на вокзал гнали молодых. Андрея Бойченко и других молодых парней угнали на работы в Германию. Туда попала и любовь. Мои родители, папа и мама в свое время попали в Германию. В Германию они ехали, только они ехали с разных городов. А встретились они там, то есть они были. Папа у одного Бауэра, а мама у другого Бауэра работала. Бауэр – это помещик по-нашему. Вот. И они там встретились, потому что их участки Бауэра были рядышком. А у папы был жесточайший, жесточайший. Вот. Он, что не так, сразу бил. Большие такие эти лозины брал и бил этих своих подопечных, которые к нему попали. Вот. Конечно, это было ужасно. Отец работал в конюшне. На соседнем участке мама убирала по дому. И так до конца 45-го. Потом вернулись на Украину. Перед отъездом домой мама Людмилы сделала вот эту брошь. Здесь маленькие люди всего полгода. А на этой фотографии она идет в первый класс. Потом пошла работать на завод. На концерте познакомилась с будущим мужем. Он военный. В 70-х переехали в Тирасполь. В этом году их семье 60 лет. Уже воспитывают правнуков. И вся семейная история Бардык хранится в этих альбомах. Здесь в том числе и трагические воспоминания о Великой Отечественной.